Бисмилляхи рахмана Ислам – это есть Едина Божия Просто хочу правильно верить Бога С миром – это значит с Исламом Аллаху алию лавина аману Юхриджу хум мина в зулюнахи и ланну Ислам – это универсальная для всех времен и народов религия К истинной вере в Единого Аллаха Приходили и приходят представители разных народов и конфессий Ислам – это правильный путь И хвала Господу миров, сделавшему нас мусульманами Два года назад жительница Алма-Аты Загитова Татьяна Арифовна Встала на правильный путь, приняла сердцем Ислам Новообращенная мусульманка в 1991 году Закончила Казахский экономический университет имени Иры Скулова По специальности она – бухгалтер По воле Аллаха она работает по своей профессии уже 18 лет Причиной того, что Загитова Татьяна приняла Ислам, стал отец Нет принуждения в религии Прямой путь уже отличился от заблуждения Кто не верует в Тагута, а верует в Аллаха Тот ухватился за самую надежную рукоять, которая никогда не сломается Аллах – слышащий, знающий Ну, чтобы принять Ислам, я в этой жизни долго шла Потому что, по сути, у меня отец мусульманин Мама была католичка Но она приняла христианскую религию И всех своих детей, моего брата и меня Мы приняли христианство И я так жила многие годы По сути, я была верующим человеком Я верила в Иисуса Я иногда ходила в церковь Я даже покрестила собственную дочь Которая тоже рождена от чистокровного мусульманина Ее отца и моего мужа И не предполагала даже, какой я допустила Перед Всевышним по-своему грех Потому что, когда я стала изучать вопросы Почему у меня в жизни не складываются многие ситуации Которые практически были уже решены И практически должен положительный результат в каких-то вопросах У меня всегда срывалось Я не могла понять, почему в жизни Я живу как бы как в банке Что я смотрю на жизнь со стороны А жизнь протекает мимо меня Я стала изучать вопросы религии Изучать вопросы Кто, какая религия, к чему относится И когда я стала изучать этот вопрос Первое Я поняла ошибку наших многих женщин Которые выходят замуж За мусульманина Хотя мы выходим замуж любя Мы их безумно любим Но мы не принимаем ихнюю религию В Коране говорится, что мужчина Беря женщину другой национальности Женщина должна принять сначала ислам Потом сделать неке И тогда Аллах Этот брак Освещает своей любовью И своими И своими подарками жизни Которые они получают по жизни И рожайте детей И не бойтесь их рожать Я всегда дам кусок хлеба Каждому ребенку Поэтому, когда я стала изучать вопрос Религии Я поняла, что первая ошибка Меня как женщины И ошибка даже моей мамы Что она не приняла ислам И нас как детей И я продлила эту же ошибку Своей дочери Что моя дочь должна была принять ислам И я должна была принять ислам И все бы у нас в жизни складывалось иначе Потому что приняв ислам Оно так и получилось Что когда у меня умерла мама Я пошла в церковь Нашу Никольскую Я хотела ей поставить свечку Но перед смертью Она приняла Свидетельство Иеговы Мне запретили поставить свечку Для моей мамы И сказали Что она была большенькая И приняла сама Перед смертью Эту религию Свидетели Иеговы И я очень долго страдала Потому что Я не смогла попасть К маме на похороны И я ничего не могла сделать Чтобы Как-то с ней попрощаться Я по телефону конечно С ней разговаривала До последней минуты Но я не могла что-то От себя лично Как-то Сделать для своей что-то мамы И мне посоветовали мусульмане Сделать курбан Что Сделай курбан маме И тебе станет легче И я когда сделала Первый курбан мамы Я на самом деле Почувствовала Какое-то облегчение В душе И когда я открыла Сурок Урана Где написано Что Можно ли Когда пришли К пророку Мухаммаду Что как-то я могу Поминать своих родителей И можно ли что-то сделать Для них И пророк Мухаммад Ответил Что Поминайте их Ихних родственников Друзей Делайте курбан И Аллах Воздаст им на том свете И когда я это еще Прочитала в Куране У меня было Такое легкое Облегчение Что Когда я делаю Курбан Периодически Для своих родителей Отца и матери Которых нет уже В живых Я ощущаю легкость И что У меня нет Этого груза Тяжести Что я чего-то Не доделала Как дочь Мне приносит Удовлетворение После каждого Курбана Как будто Вздох Воздуха Я получаю И я живу И наслаждаюсь Этой жизнью Когда я делаю Во имя Аллаха Курбан Для своих родителей Поэтому Это был первый Шаг к исламу Аллах Покровитель тех Которые уверовали Он выводит их Из мраков К свету А покровителями И помощниками Неверующих Являются Тагуты Которые выводят Их из света К мракам Они являются Обитателями огня И пребудут Там вечно Когда я послушала Имамов Которые читают Поют Куран И молитвы От которых у меня На сердце Становится Легко И свободно И когда Читают Куран У меня Пробиваются Слезы Я думала Это было плохо Но в суре Курана Когда я прочитала Что Это означает Богобоязненность И Аллах рядом Я ощутила Что я всю жизнь Ощущая себя Одинокой Поняла Что я никогда Не была Одинок Что Аллах Всегда рядом Что мне во многих Ситуациях Помогал Что мне во многих Ситуациях Подсказывал Что Он рядом И благодаря Спасибо Всевышнему Что я Наконец-то Поняла Что Аллах Един Что Кроме Него В этой жизни Величайший Подарок Это Вера В Него Поистине Всевышний Аллах Послал нам Священный Куран Как лучшее руководство А пророка Мохаммада Саллаху Как лучший образец Для подражания Татьяна Рифовна Удивляется Почему Имея такие сильные Постулаты Как Куран И Суна Люди не видят истины Люди не понимают Что запретно Это пить 50 грамм 10 грамм 5 грамм То же самое Написано Не ешьте Запретно Это свинина Хотя я В христианстве Имела право Есть Я ела ее И как человек Если это нельзя И меня об этом Просит наш создатель Через пророка Мохаммада Да благословит его Аллах Через Куран Через свои аяты Как я могу Ослушаться Своего создателя Который во всем Всегда мне помогает Скажи Аллах вводит Заблуждение Того Кого пожелает И ведет Прямым путем Тех Кто обратился К нему с покаянием